Я врач-аллерголог-иммунолог, педиатр, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заведую аллергологическим кабинетом клиники военно-полевой терапии Военно-Медицинской Академии Санкт-Петербург. Известно, что аллергические заболевания сейчас занимают очень большую роль, они очень распространены. И дело в том, что пациенты, как правило, считают, что они вызываются чаще какими-то аллергенами, какими-то раздражителями. И, в общем-то, мы в традиционной терапии, как правило, используем определенные методы диагностики лечения, которые, к сожалению, не всегда эффективны. И в этом направлении нам на помощь приходит такой интересный метод диагностики и лечения, как биорезонансная диагностика или тестирование, и биорезонансная терапия. Когда я этим заинтересовалась более четырех лет назад, оказалось, что причиной аллергии являются далеко не только какие-то аллергические компоненты, аллергенные, пищевые, бытовые, лекарственные, контактные, но и огромную роль играют различные инфекции. Причем, начиная от крупных каких-то глистных инвазий, кончая вирусными инфекциями, грибами, которые очень сильно осложняют течение болезней и мешают эффективно помочь пациенту и создают дополнительный труд врачу в лечении. Поэтому мы в своей практике активно используем такой метод, как биорезонансная диагностика, и также используем для лечения приборы серии Universal, которые показали очень высокую эффективность за эти четыре года, которые я с ними работаю. Расскажу один из таких ярких случаев кожаной аллергической реакции. Девушка молодая, у нее профессия парикмахера, она все время работает с людьми, и оказалось, что на протяжении нескольких лет возник очень острый аллергический дерматит, руки мокли, текли. Она, соответственно, не могла ходить на работу, очень из-за этого переживала. Это отражалось и на личной жизни. Когда мы ее продиагностировали, оказалось, что помимо, скажем так, часто встречающихся грибковых агентов, таких как кандидоризопус, альтернария, трихофитон, у нее были и более, скажем так, редкие грибы, как бластомикоз, споротрихоз, которые сильно осложняли течение болезни. Когда мы стали применять прибор «Универсал» с программами антипаразитарными, антигрибковыми, очищающими, а также лечебными из раздела «Аллергия», они были терапевтическими, направленными на снижение воспаления, на, скажем так, иммунокоррекцию определенную, то буквально за два месяца руки абсолютно стали чистыми. То есть девушка эмоционально довольна, она воспряла, она ходит на работу, она не потеряла профессию и излечилась. То есть таких случаев достаточно много. Также хочу рассказать о случае лечения ребенка при бронхиальной астме. Оказывается, у детей очень часто бывают глистные инвазии. Как правило, они больше этому подвержены, да? Вот, поэтому мальчик где-то лет 11 с тяжелыми приступами бронхиальной астмы обратился к нам на прием. И помимо различных каких-то бытовых аллергенов, мы обнаружили несколько круглых червей в диагностике и стали также его лечить с помощью прибора «Универсал», назначая как терапевтический комплекс, так же антипаразитарные программы. Прошло уже два года, ребенка ничего не беспокоит. То есть приступов нет, он абсолютно здоров. То есть на наш взгляд это потрясающий результат. Таких результатов много. Мы также очень активно работаем с герпетической инфекцией, как и половой инфекцией, так же как герпес-симплекс, вирусом папилломы и получаем прекрасный клинический эффект. Еще я хотела бы отметить, помимо той диагностики БРТ, которая есть, появилась новая диагностика в компании ВИМ-Групп. Она направлена на быстрое сканирование органов и систем. И это поможет очень мощно развиваться тому проекту интернет-медицины, который также запущен для врачей и для пациентов в ВИМ-Групп, который поможет оказать, скажем так, необходимую помощь пациентам на планете вообще, в разных странах. Можно помогать пациентам как можно большему количеству, даже не выходя к докторам из дома. Поэтому это, в общем, очень впечатляет. Продолжение следует...